Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает воподом. И сегодня речь пойдет о книжке, которая может показаться вам научно-популярной. Она в принципе такой и является. Это познавательная литература для маленьких детей, для младшего школьного возраста. Ну и старший дошкольный здесь вполне подойдет. Даже, наверное, скорее старший дошкольный все-таки. Но при этом эта книга, эта сказка, это история про белку и стрелку, космическая история, написанная Мариной Тараненко. Марину Тараненко, вы, надеюсь, уже знаете. Замечательный современный детский писатель. И вот эта сказка про двух собачек, она, в общем-то, на правильную тему написана. Сейчас это так актуально, сейчас это все очень важно. Мы, как драгоценность, каждую деталь вот этой вот космической гонки, как ее иногда называют в прессе, да, собираем и сохраняем. Нам важны эти победы, эти достижения. Пусть, конечно, иногда не следовало так торопиться. Ну, все знают, что есть улица космонавта Волкова, есть улица Добровольского, да, Пацаева. Посмотрите, кто это такие. Есть и более печальные страницы в этой гонке, да. Есть реальные биографии тех людей, которые завоевали для нас космос. И Гагарина, и Королева. И там есть довольно мрачные страницы в этих биографиях. Но, но, дело не в гордости победами. Дело в том, что детям очень важно понимать, зачем мы это делаем. И книга Марина Тараненко очень важна, очень хорошие вещи об этом рассказывает. Вот смотрите. Это космическая история о собаках, живущих в собачьем приюте. Начинается она с такого традиционного, очень хорошего сюжетного хода, который часто используется в книгах, да. Лучший приют для собак здесь не бывает драк. Собакам запрещено проявлять агрессию. Но там есть, конечно, злобный-злобный пёс, да, значит, вот, который ворует еду у других собак, обижает их, да, этот ягуар. Значит, он такой вот очень, эта кличка такая, он очень такой агрессивный, да. И вот, значит, с ним, естественно, происходит столкновение. Белка и стрелка, они подружки, но они очень-очень разные характерами. И вот когда, наконец, приходит комиссия, тут уже прям, значит, после этой, после этой ссоры, да, когда уже обиделась любимая тётя Валя, да, приходит комиссия, которая отбирает собачек в этом приюте, вот, они забирают белку и стрелку, но дело в том, что остаётся друг у них там. Ну, конечно, взрослый читатель улыбнётся на вот этой вот прекрасной совершенно папке с бумагами, да, где написаны кандидаты. И там дана краткая характеристика, досье на каждого кандидата. Ночка, характер нордический, вот тут все, конечно, вспомнили известный фильм, да, и так далее. Вот, цыган, белка, золька и так далее. Ну, в общем-то, вот их везут, везут их не в каком-нибудь собачьем фургоне, да, посмотрите, как они с комфортом сидят. Это очень антропомархизированные образы, которые передают лучшее, что мы хотим рассказать детям о наших взаимоотношениях с питомцами. Вот так вот можно выразиться, да. Вот, тренируйся круглый год и отправишься в полёт. Тоже прекрасный девиз. Ведь чему учат такие книжки детей? Они учат тому, что нас много избранных один, вот, и он там будет первый, лучший, главный, да. Помните, что я говорю в самом начале рассказа? То есть это некоторым образом всё-таки культ. Так нельзя. А вот эта книжка, вот Ироненко, рассказывает совершенно по-другому, ту же хорошо знакомую всем историю. Она акцентирует внимание на том, что надо трудиться, что много кандидатов, и каждому найдётся своё применение. Но тот, кто будет заниматься, тот, кто будет тренироваться, тот и, собственно говоря, отправится в полёт, да. Вот, тот этого будет достоин. Но и остальные тоже, у них дружный коллектив, у них нет такой конкуренции, которая, вот, ну, как спортивные состязания, да. Вот кто с миром спорта и с детей знаком, тот сразу понимает, как там всё жёстко. Как не бывает там никаких вот этих вот таких сладостных, умиротворяющих взаимоотношений, да. Конкуренция есть конкуренция. Здесь немножко по-другому построено соревнование, да. Вот, стрелка очень скучает по своему другу из приюта, и они просят её отпустить. Но их не пускают, и тогда они решают устраивать побег. И только вредная жужа, одна из собачек, да, их, значит, выдает, и этот побег не удаётся, да. Значит, что значит побег? Что это значит в контексте конкретной книги? Надо понимать, что книжка всё-таки, как бы, для маленьких детей. Это нарушение спортивного режима, это нарушение режима тренировок, это срыв планов, которые есть, да. Вот в этом смысле побег. Ну, конечно, их за это, что называется, по спинке не погладят, но дядя Олег придумывает, что, значит, с ними сделать, да. И говорит о том, что они сообразительны, изобретательны, отважны. И, в общем-то, конечно, стрелка заслужила свидание с другом в награду, да, в том смысле, что навестить, и она, значит, скучает по знакомым, по друзьям из приюта. И вот они отправляются в полёт. Полёт сам показан очень, значит, так, легко, очень прозрачными красками, собственно говоря, чтобы маленький ребёнок этот полёт воспринимал, как некоторое чудо. Но названа конкретная дата, 19 августа 60-го года, даны кое-какие детали технические полёта, да, например, специальный комбинезон по станке, в которых собака, значит, была упакована, да. Вот, хотя на иллюстрациях, конечно, они в таких мультипликационных шлемах красивых, прекрасных, да. Но ещё раз говорю, антропомархизировано всё очень сильно, потому что это сказка. И вот они отправляются в этот полёт, в полёте у них очень важные приключения. Опять же, о чём книжка? Не о, вот, славсе величия, да, а о живых собаках, которым в полёте и страшно, и скучно, и тяжело. И когда, значит, чтобы развеселить примунывшего, значит, приятеля, у нас начинает белка крутить головой, очень смешно, это у него получается, вообще комичные такие повадки. На самом деле, в реальные полёты отправляли дворняжек. Самых, что ни на есть, простых дворняжек. Более того, кто-то там из них был даже на улицах Москвы найден, просто. Вот, потому что породистые собаки очень слабые здоровьем обычно. В породу уходит вся жизненная сила, как говорили раньше. И, в общем, дворняжки, они справились с своей задачей великолепно. Что героическая лайка, пусть земля будет ей пухом, да, а что белка-сострёлка, которые вернулись в отличие от лайки, что последующие собаки. Да, и вообще, история-то реально, она немножко другая. Во-первых, собак было гораздо больше. Во-вторых, значит, ну, то есть, кандидатов, да, целый питомник, что называется. Во-вторых, там происходили с ним всякие казусы. Клички были другие, белка-сострёлка придумали, потому что это красиво, это складно, это рифмуется, и это очень, значит, всем понравилось. Да, там были другие изначально. Вот, и так далее. Слушайте, это как болгарского космонавта Какалова у нас, значит, если я не путаю фамилию, правильно ставлю ударение, да простят меня болгар. Я не знаю болгарского языка. Вот, переделали в Иваново. Не может в советских газетах появиться такая фамилия. Ну, господи, ну, дураки всегда есть, что делать. Ладно, это абсолютно взрослая страница истории, закрыли её. И теперь у нас внутри корабля происходит такой вот сложный эпизод, да. Значит, у нас, чтобы развлечь испуганного соседа, да, у нас собачка вертит голову. Ей становится плохо, её начинает тошнить, кружится голова и так далее. Ребёнку деликатно описывается то, что представляет собой опасность, реальную и очень большую сложность в полёте, да. Это и перегрузки, и, значит, невесомость, которая вызывает тошноту. Вообще говоря, по воспоминаниям многих космонавтов, первые несколько суток они заняты исключительно борьбой с тошнотой, да. Потому что, ну, в общем, человеческий организм, он не рассчитан на то, чтобы в невесомости питаться, переваривать пищу и прекрасно себя при этом чувствовать. Вот. Значит, у него, ей самой становится, у неё начинается классическая паническая атака. Здесь это деликатно, но чётко прописано, что она «выпустите меня, расстегните ремни, я хочу назад, да, дайте мне парашют». Это из космоса-то, да, вот. Всё это очень хорошо описано, да. И в конце концов её успокаивает, значит, там замечательный кролик с ними летит, кролик-толик, да, которого встал. И он её успокаивает, да, значит, её, значит, Белка успокаивает, Стрелка, и это происходит очень естественно. И когда это происходит, да, вот, мы понимаем, зачем весь эпизод написан. Смотрите, я читаю. Стрелка глубоко вдохнула, и Белка повторила за ней. Белка, послушай меня, пожалуйста, сделай глубокий вдох, тебе станет легче. Давай дышать вместе, повторяй за мной. Вдох-выдох, вдох-выдох. Чувствуете, это вполне конкретная вещь, которую маленький читатель, даже совсем юного возраста, может и запомнить. И это в жизни очень пригодится. Это вот, значит, осознанное дыхание, связанное, да, но очень сильно перестраивает нервную систему, снимает часть стресса, облегчает вот эти вот спазматические нервные, значит, проявления, да. И, собственно говоря, так можно вообще паническую атаку остановить полностью в ряде случаев. Это очень полезная практика. Вот. Вдох-выдох, вдох-выдох. Вот детская книжка, а в ней сколько пользы, да. Ну и, в конце концов, героическое возвращение, да, все радуются, все поздравляют, все хорошо, там уже встречают ученые, да. На космическом корабле, прийтишь на его не во сне, буду ждать тебя на земле, возвращайся скорее ко мне. Мотив возвращения, значит, мотив заботы о том, кто тебя ждет и любит, да, тоже очень важен. Вообще говоря, это сказка, и Марина Тараненко придумала всю эту историю по мотивам реальных событий, которые я здесь упоминал, какие-то детальки по рассказу разбросал, но эта детская сказка прекрасна тем, что она написана с вполне конкретными задачами, да. Вот ребенок узнал, даже вот просто рассматривая вот эти вот замечательные скафандры собачек, всю эту историю, читая про космический полет собачек, да, такую абсолютно мультипликационную, да, узнал несколько важных вещей. И о том, как важны тренировки, как важен режим, как важен план, когда спланировано обучение чему-то, значит, подготовка к чему-то, к полету, например, да. Вот техника выхода из панической атаки, из стресса, да. Хороший писатель умеет это спрятать в тексте, не выпячивать морализаторство, да, а где-то внутри спрятать и сделать занимательную историю еще увлекательнее и полезнее. Спасибо за внимание.